Раньше общались для того, чтобы рассказать, что у тебя было в жизни. Ну, вообще происходит. Потому что люди не знали, что друг друга происходит в жизни. Ну, вообще не знали. Вот от слова совсем. Сейчас в этом нет никакой необходимости. Мы можем посмотреть все. Нам даже не нужны друзья, которые способны нам про это рассказать. Мы знаем, что происходит у них в жизни, потому что они постят сториз. Где они находятся, с кем общаются и так далее. Любая информация доступна. Можно просто набрать словосочетание в Ютубе, и ты получишь визуализацию вот этого всего. И снова общение теряет всякий смысл или становится скучным. Потому что это такое... А ты вот смотрел этот сериал? А про что там? Ну, про это. Ну, ладно, это интересно, запомни, я посмотрю. Все, закончилось. Он уже посмотрит. Не надо пересказывать. Театральные постановки можно посмотреть в записи. Вы много, знаете, театральных постановок до 80-го года, которые были бы в записи? Только специально отснятые, редкие. И надо было смотреть своими глазами, а потом передавать смыслы. Так что же такое смысл, который мы пытаемся передать в сообщении? На самом деле, смысл, который мы передаем в сообщении, это рассказ о себе. И когда мы рассказываем друг другу о себе, у нас есть общение, и это общение интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо. Спасибо.